Василий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Слава. В этом году исполняется 10-летний юбилей, процитирую, опубликование перечня поручений президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета и Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Документ сей был опубликован 6 мая 2014 года. В российской газете? В российской газете. Что говорят специалисты, что говорят эксперты? Какие у нас успехи или, может быть, неуспехи в реализации поручений президента? К этому поручениям президента приложены были наши силы, Федерального сельсовета и Комитета гражданских инициатив Кудрина, так называемого. Мы работали целый год. Собирали, пожалуй, самых интересных практиков. Да, у нас были теоретики такие, как Агамбегян участвовал. Комов Николай Васильевич, величайший специалист в земельной политике России. Можно назвать его абсолютно министром земли России. Дома и заводы, леса и фермы, реки и дороги, железные дороги, шахты, водоемы – все основывается на земле. Она предлагает бесконечные возможности для развития и открытий. Она является единственным источником богатства. Были подготовлены предложения к этому заседанию госсовета, где очень кратко изложили саму ситуацию. А ситуация была так себе, можно сказать, да? Мы писали, что экономика уходит из сельских территорий. Снижение количества сельскохозяйственных организаций за 10 лет составили 40%. Об этом мало говорили в телевизоре. В основном ведущие пытались найти лучшие какие-то примеры. Какой-то агрохолдинг что-то закладывал, камни, строительство какого-то завода переработки масла, еще чего-то. Создавалось, видимо, сильное развитие сельского хозяйства. Старт дойки таким высокотехнологичным способом дали глава холдинга и глава региона. Молочная карусель – последнее достижение прогресса в отрасли. Она позволяет доить 250 коров в час. Каждое место оборудовано датчиком, считывающим показатели на дое и жирности молока. Население сильно сократилось. Например, с 2014-го у нас и по 2018-й сразу на миллион. То есть за 4 года с 2014-го по 2018-й сократилось население сельских территорий на 1 миллион человек. Да, снижение трудоспособного населения. Население стремительно старело. Мы говорили тогда президенту в своей справке, что на селе скоро станет негде учиться и лечиться. Сокращение школ и больницы. Мы неоднократно это говорили. И президенту поставили справку, где крупно было написано «На земли без народа придут народы без земли». И родились поручения президента. Причем они все соответствовали предложениям федерального сельсовета. Чего можно было ожидать? Ожидать было многое можно. Первое. Мы тогда доложили президенту, что самая пострадавшая территория в развитии сельских территорий, это территория не Черноземья, где по сути 2 трети сел и деревень были ликвидированы. 2 трети? Это уже на 2014 год. Да, это уже тогда. Некуда сдать ни зерно, ни картошку, ни мясо, ничего. Да, некуда сдать. И мы потеряли личные подсобные хозяйства, Слава. И теперь, если мы внимательно посмотрим поручения создания логистических центров, приема, переработки и движения сельскохозяйственной продукции. И мало того, строительство дорог к этим логистическим центрам. Конечно, и дороги, и все должно было быть построено, и поручения были в 2014 году даны. Более того, там же краткий период отчетности было, что ну-ка доложите президенту, товарищи министры и премьер-министры. В то время был еще Дмитрий Медведев, и ему до срок, до 1 февраля 2015 года нужно было доложить. И что же вы запланировали, и как будете делать. То есть, это дало бы толчок развитию личных подсобных хозяйств. Более того, и это было предусмотрено в поручениях президента. Что не хватало личным подсобным хозяйствам, кроме того, чтобы вырастить и сдать. А не хватало обеспечения финансами. И в поручениях было дано поручение Центробанку Набиулиной, а также Ростельхозбанку довести все банковские услуги, льготные, конкретно в сельские территории. Но, к сожалению, Ростельхозбанк не имеет разветвленной сети отделений. Максимум на 2-3 района одно отделение. И мы тогда внимательно сказали обратить внимание на Почтобанк. Если у банка столько же отделений, как у почты, он всегда по дороге, а вы всегда вовремя. Почта на тот момент сохранилась во всех селах деревян. Слава Богу, у каждого свой почтовый ящик не села на калитке. И мы сказали, в каждой почте сидит специалист. И мы говорили, что этот банк должен стать банком развития территории. Конкретный Почтобанк должен как аккумулировать средства на месте, чтобы не мошенники пользовались разные, стягивали деньги. А вот наш банк конкретный этой территории. Вот у пенсионера есть, конечно, это фантастика лишние деньги. Но, допустим, все равно же есть держат, да? Он несет 10 тысяч сюда. Но он знает, что эти 10 тысяч получит какой-то производитель, предприниматель на месте. И будут новые рабочие места, будет новая продукция, будет много-много зажиточных людей на территории. Это позволит иметь свои деньги местному бюджету. И поручения президента об этом говорят как раз, что развить необходимо усилить работу органов местного управления. Усилить работу по их отчетности. Обеспечить финансирование. Кто лучше местных предпринимателей мог бы наполнить бюджет местного органа власти? Мне интересно, а кому эти были поручения? Кто должен был в местах их реализовывать? Ну, премьер-министр, как бы, да? Ответственный. Да, он как бы общий, но каждому министру в его сегменте. Вот, например, мы же сейчас говорим по банкам. Было поручено двум главным банкирам. Россельхозбанка и Центробанку. Какие проблемы было это сделать? Почте банк поручили, и в каждом отделении почты маленький закуточек. Банк. Много ли там надо? Пришел человек, получил свои пять тысяч, срочно надо пять куриц купить. Пришел человек, сдал в банк, он продал пять куриц, у него лишние деньги, все, он пришел в банк, сдал, пусть другой теперь покупает. То есть, стало быть, местное самоуправление, оно, как бы, организовывало все частные хозяйства. Конечно. Они сами ставили себе задачу, что нужно сажать, как нужно убирать. Конечно, создание кооперативных логистических центров. И здесь мы имеем еще одно поручение. Теперь каждому губернатору и полномочному представителю президента в регионах, в федеральных округах. Ну, то есть, по сути, на них же только контрольные функции были. Не только, организаторские. А как иначе? В том числе, они должны были за этим следить, организовать. Местное самоуправление, это орган, который, вот он, сельский совет. Но ведь финансы все где находятся? Кому поручил президент? Государственному органу власти, который должен был обеспечить это все. А как? Под эти поручения каждая область должна была разработать свои программы, конкретные. А там на местах люди понимали, кому это поручено, эти программы на местах разрабатывать? Нет, нет, конечно. На каком этапе сбой произошел? Все поручения президента, как мне видится, они заканчивались на уровне администрации президента. То есть, вот напечатали, сложили, напечатали в газете, перевернули страницу и следующее поручение. То есть, губернатор, находясь там у себя в Свердловской области. Он знал, губернатор знал, может даже читал. Оно же ему пришло, а может и не читал, потому что в этот день он, допустим, был в другом деревне. Я не понимаю, а как же отчетность? Получается, там до 1 февраля нужно было отчитаться. Вот 1 февраля наступает, 15-го года. Есть такой орган, как управление, администрация президента, по контролю за выполнением поручений президента. И вот это управление публикует доклады о процентах выполнения поручений президента. А ведь они выбирали, наверное, самые интересные для себя поручения. И учитывались повышение зарплаты госслужащим, повышение пенсии госслужащим, обеспечение личными домами на 600 квадратных метров. То, о чем вы говорите, здесь не указано в поручениях президента. Здесь указано строительство, вижу, поликлинику, образовательных учреждений. И все, что получилось, мы только что сказали, вместо того, чтобы построить, оказалось закрыли. Президент, кстати, это еще раз со мной говорил на эту тему, но уже в 16-м году, после принятия поручений. Через 2 года. Да, на которые я конкретно ему обратил внимание. Владимир Владимирович, вот, смотри, что в стратегии делается. Владимир Владимирович, мы читаем поручения президента от 6 мая 2014 года. И вы знаете, тут ни слова нет про закрытие школ, деревень, больниц. Вот здесь есть на то только, чтобы было нормальное местное самоуправление ответственное. Здесь на то, чтобы были созданы рабочие места и, наконец, ликвидирована безработица. Здесь написано про то, чтобы мы жили достойно и богато. Место строить, место все, все закрывается, все закрываете по всей России. И он что сказал? Я не помню, расскажу. А он сказал, что я с вами полностью согласен. Полностью с вами согласен в том, что мы должны учитывать особенности нашей страны. А особенности заключаются в том, что на ряде наших обширных территорий населенные пункты расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии. И вот при такой ситуации точно совершенно нам нужно сохранять, к сожалению, даже избыточную, если кому-то так думается, социальную сеть. А дальше читаем поручение. Надо привлекать молодежь на село. Именно образование, повышение уровня образованности молодежи и возвращение на село и обеспечение их рабочими местами. Вот. Соответствующей заработной платой. Вот. Это у поручения было. Это мы готовили. Но мы же это прописали, как сделать. Вот оно все было прописано. Какой схемой? Каким образом обеспечить нечерноземье высокий уровень доходности сельских территорий? А мы слова сейчас читаем. К сожалению, принятая программа по борьбе с борщевиком провалилась. Борщевик стремительно захватывает новые территории. Окупирует, да. Окупирует, да-да-да-да. Борщевик сосновского. Крупное травянистое растение, заросли которого покрывают огромные территории по всей средней полосе европейской части России. Растение состоит из ствола высотой в несколько метров и белых цветов, похожих на маленькие зонтики. Они образуют своеобразный козылек, мешающий другим растениям нормально развиваться. Люди выяснили, что борщевик наделен рядом уникальных свойств, которые делают это растение перспективным для производства силоса. Копля с переработки борщевика. Вот 30 тысяч тонн. Что дает? Биобутанол. 1400 тонн. Экспортный, кстати, товар. Для химической нашей промышленности абсолютно необходимы производство каучуков. Кормовой сахар 2300 тонн. Это не черноземье может получать с борщевика миллионы тонн сахара. А для сравнения, а и свеклы сахарные сколько получают? Немного ниже, но себестоимость свеклы будет значительно больше. Свекла имеет 20-24% сахаристости, борщевик в период бутонизации 30. Сахар кормовой мы можем обеспечить то самое животноводство, по которому еще одно поручение пишет президент уже в 16-м году по развитию Нечерноземья. Прямо отсюда переписывает. А какие были сроки реализации этой программы? Исходя из природных правил, 5 лет. Пятилетку. Ну, это так принято в нашей стране. Ну да. Но это на самом деле природный потенциал, так сказать. Вот, значит, шаг природный. Вот мы планируем через 5 лет иметь высокоудойное стадо. Мы начинаем его с эмбриончиков. Вот телки выросли, их осеменили. Родились телятка, это прошло 3 годика. Первая телка родила, она еще не очень высокоудойная. Вторая лактация, то есть второй теленок, когда она самая высокоудойная корова. Поэтому мы говорили, смотрите, через 5 лет мы получаем высокоудойное стадо коров. Охаживает девушку, огуливает тут. Вернее, штук соблазняет всех искусственно покроем. Кто покрылся, тот покрылся. Но он будет там дорабатывать остальных. Этот бэк для них слишком тяжел. Он почти тонну весит, 990 килограмм. А тот? Тот полегче будет, надеюсь, справится. Еще одно. Если мы будем какие-то фрукты, то яблонька посаженная с маленького саженца на 5 год высокоурожайная. Доходная яблонька. При выполнении поручений президента, при строительстве в каждом районе МТС, а в поручениях они есть каждому губернатору, построить кооперативные все приемные заготовительные пункты, где владельцами будут фермера. Фантастика. Занятость в сельхозпроизводстве вырастает с 627 тысяч тогдашних, всего не черноземья. Хозяйств. Да. До миллиона. Рост благосостояния, средняя зарплата. Ну, тогда в ралли, конечно, писали 22, было где-то 16-17. Мы написали 57. 57 тысяч рублей. Средняя вырастает в 2,5 раза. По голове КРС вырастало с 4 миллионов до 8 миллионов. Производство сельхозпродукции в 2,5 раза до 4 триллионов рублей. Нечерноземная зона давала за счет переработки, в том числе, того злополучного борщевика. Производство молока. В 2 раза. С 8 миллионов тонн до 17 миллионов тонн. Ну и вот экспорт продукции. Нечерноземная зона на сегодня может продать максимум на 700 миллионов долларов. Мы планировали 20 миллиардов долларов увеличить в 30 раз. Дополнительное налоговое поступление в бюджет. 300 миллиардов рублей. Это то, что должно было дать одно нечерноземье при выполнении поручений президента от 6 мая 2014 года. Это на 20-й год должно было быть. Да, ну мы знаем, что обычно гладко на бумаге, но все забывают про овраги. Прошло сейчас 2 пятилетки. 2 пятилетки прошло. Давайте подведем итог. Чего мы добились, к чему мы пришли? Есть ли какие-то положительные результаты от тех самых поручений? Нет, положительных нет. Почему не выполняли то, что надо было выполнять? Смотри, как ударились в агрохолдинге производства зерна. Все руку плескали. Мы всем говорили, что мы первое место по пшенице будем иметь. Мы вообще говорили, что мы там какая-то уже страна супер аграрно-державная. А что 22-й год сказал? А 30% банкротства сельхозпредприятий. Пестрит все объявлениями о продаже. Если мы сейчас дальше продолжим то, что есть, 26-й год мы будем закупать зерно за рубежом. А то не мы сниму, да, но мы же закупали. Будем закупать, если так будет. Что надо сделать, чтобы не закрывались больше больницы, чтобы росло население на селе, чтобы молодежь была там, чтобы работала кооперация, чтобы развивалось местное самоуправление. Ничего не надо придумывать. 6 мая 2014 год. Поднимаем подшивку российской газеты. Печатаем новое. Это, по сути, новая президентская программа. Конечно. Которую мы берем. Которую сейчас будут писать. Из подшивки старой газеты. Все зарабатывают деньги на ней. Целые институты. Академия наук пишут снова всякие программы. Что вы пишете, вон оно все есть. 6 мая 2014 года. При выполнении этих поручений это экономическое чудо России. Мы встаем действительно развитой страной. Ты можешь себе представить, что мы 100 миллиардов будем иметь по всей России экспорт сельхозпродукции. Абсолютную обеспеченность всеми и всем. Прекрасные села и деревни. Все в поручении. Люди от этого села получают образование, получают прекрасную расплату. Строят себе дома, заводят детей. Страна развивается и процветает. И что сейчас объявили? 200 тысяч теперь нет рабочих никаких мест. Надо завозить мигрантов. Ой, зерно не продалось, потому что мы сделали успешную, закрыли зерновую сделку. Если успешно закрыли, почему мы больше денег не получаем за зерно? Почему мы не можем продать 70 миллионов тонн зерна? Почему кораблей нету продавать зерно? Кто накажет, засрыв зерновой сделки кого? Часть этих черноморских договоренностей, касающихся России, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этого соглашения немедленно. Если Россия выйдет из этой инициативы, то остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отказалась обеспечить страны глобального юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам. И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России колоссальных дипломатических издержек. В России всегда были два самых живо трепещущих вопроса. Что делать? А мы сказали, что делать. И второй вопрос, кто виноват? Грядут выборы. Программу мы договорились, писать новую не нужно, нужно поднять подшивки старых газет. Перепечатать поручение президента, заявить это программой развития территорий всей России и назвать ее программой президента. Ну, раз уж Путин ее подписывал, пусть будет эта программа Путин. Да, 2024 год. Да. Самое важное, как мне кажется, как это контролировать? Чем может помочь Федеральный сельсовет президенту, чтобы контролировать исполнение его программы? Новые, новые старые программы. Когда мы заявили про то, что Федеральный сельсовет готов контролировать, народ даже дал комментарии. Одни, конечно, нас поддержали, сказали, это важно, другие сказали, ну вот, зачем они это делают? Они хотят теперь... Да, деньги и власть. Да. Ну, может быть, отчасти и да, но душа-то болит за другое. Мы действительно в состоянии, вы просто заходите на сайт Федерального сельсовета, вы посмотрите члены управления, основатели Федерального сельсовета, это самодостаточные люди, очень эффективные в экономике, понимающие, что надо делать как, и еще. Это люди, ну, просто поедьте в Совхозленина, поедьте в Солгон, поедьте на Кировский завод, и вы увидите, это настолько народные предприятия они возглавляют, по сути дела. Это как раз то, что нам надо. И в поручениях президента как раз о народных предприятиях и прописано. Ау, правительство, ау, а где народные предприятия-то в России? Народные предприятия, когда акции раздаются всем работникам предприятия в той или иной пропорции. Выживаемость этих предприятий была феноменальна. В связи с чем я говорю об этом сегодня? Она сейчас будет закрываться, банкротиться большое количество средних предприятий. Нужно отдавать его собственность трудовому коллективу, превращать в народные предприятия, вот делить акции между всеми. Потому что это будет обеспечивать сохранение рабочих мест, сохранение предусловно мощностей. Все. Пройдут выборы, буквально через 10 дней надо провести мощнейший агропромышленный форум России в целом. Он должен не просто состоять здесь в Москве, где-то там в Кремлевском дворце и все забыли. А давайте договоримся так. В каждом регионе в этот день собирается актив еще и региона. Не только делегаты от региона, а на месте теперь делегаты от районов, сел, деревень тоже собираются. Мы в прямом эфире будем транслировать форумы, чтобы люди видели своими глазами. Смотрим и видим. Форум как раз состоит в том, чтобы на этот раз не увильнуть от тех самых поручений от 6 мая 2014 года. Но если уж 29 марта провести форум, то с 1 апреля, ой, скажут опять 1 апреля, давайте со 2 апреля, со 2 апреля начать его реализацию. Если мы миллион 200 тысяч рабочих мест создаем в сельской территории, то в городе создается сразу 9 миллионов дополнительных рабочих мест. То есть 10 миллионов рабочих мест. и ты представляешь, что у мест развозчиков еды появляются нормальные кооперативные магазины, которые приятно будет заходить, потому что там натуральная еда, никто не обманет. Слушай, меня поражает это в Москве, особенно если пройдешься, на каждом углу парикмахерское и наращивание ногтей. Я не знаю, зачем столько ногтей. Я не понимаю этого. Я не знаю, вообще, что происходит, ребята, вообще в этом, в этой вселенной все перевернулось. Я была в огромном количестве салонов, мне никогда не делали маникюр аэробоком. Я даже не знала, что эта штука существует. Это меня настолько сильно вынесло, понимаете, когда ты идешь в салон красоты, который находится на крайнем Москве, последний что-то ожидает новых каких-то технологий. Ведь промышленность просто будет вот так расти. Производство тракторов, сейлок, веялок, всевозможных приспособлений, малых механизмов для личных подсобных хозяйств. Да мы Китай обгоним. Мы перегоним Китай, если выполним поручение президента Российской Федерации от 6 мая 2014 года. Читайте все. Одна из важнейших бед нашей страны, что мы все делаем тайно. Где-то вот под сурдиночку, где-то втихо. Даже никто не знает, что эта бумага есть. Надо опубличивать все эти решения, чтобы люди знали и знали, с кого спросить. Границу рабства перейти нелегально невозможно. А для строительства иллюзий даже инвестиции не нужны. Давайте займемся конкретной экономикой развития территории России. Не откладывайтесь и не откладывайте. Посмотрите внимательно, как будут себя вести сейчас кандидаты в президенты Российской Федерации. Кто из них будет говорить о том, о чем говорит Федеральный Сельсовет, за тех и проголосуйте. Чести вам, мужества и достоинства. Я вас попрошу, не наращивайте ногти, они будут мешать вам работать. Что делать? Столько мастерских, что мне кажется, девушек уже не хватит. Будут мужикам наращивать похоже тоже. Раз, но вот на самом деле все. Спасибо.